Приветствую вас, друзья. Меня зовут Борис. Вы находитесь на канале СМТ Научный подход. И сегодня я решил сделать небольшую видеозаметку на тему употребления запрещенных препаратов, а именно анаболических стероидов, и последствий от их некорректного применения. Об этом меня часто спрашивают, однако мой интерес и моя специализация лежит несколько в другой области. Поэтому я выражаю искреннюю благодарность людям, которые напрямую занимаются этими вопросами. И эти люди участвовали и помогали в создании сценария для данного ролика. Все ссылки будут в описании к видео. Кто же это такие? Это Александр Сашанов, человек, специализация которого – это гормональная терапия спортсменов. Это также Фатус Грин – сфера интересов, которая лежит в этой же области. Это Даниил Иванов, тоже коллега по цеху, и наш дружественный паблик «Изнанка фитнеса». Сейчас употребление анаболических стероидов стало не просто обыденностью, это стало трендом. А различная пропаганда от заинтересованных лиц – обыденностью. Если вы не знаете, то более 70 постоянных посетителей тренажерного зала в Российской Федерации использовали или имели опыт употребления запрещенных препаратов с теми или иными последствиями для своего здоровья. Но взрослые люди чаще понимают последствия тех или иных манипуляций со своим здоровьем. Фактически, количество людей, пробующих анаболические стероиды, просто так растёт. Людям нужна волшебная таблетка, быстрый результат, зачастую весьма посредственный по меркам фитнес-индустрии. А результат – это вмешательство в гормональную систему, которую позже обязательно даст о себе знать. А причин для употребления препаратов много – это непонимание последствий применения препаратов, это непонимание серьёзности манипуляций, которые человек производит со своей гормональной системой. Ну и, конечно, это основная причина этой популярности – это банальная лень, желание быстро получить результат, быстрее накачаться. Мы, конечно, опустим профессиональных спортсменов, атлетов, у которых спорт – это их заработок, жизнь, им допинг необходим для достижения действительно серьёзных результатов спортивных. Это отдельная история. Ещё одна как раз ключевая причина, которая привела к серьёзным последствиям со здоровьем юноши, о котором мы сегодня ещё дальше поговорим – это отовсюду насаждающееся мнение. Или используешь стероиды, или ты салабак и лох. Это как курение в средней школе. Не куришь и не пьёшь – значит, не мужик. А в русскоязычной сети есть люди, активно пиаривающие употребление анаболических стероидов. Вы наверняка их знаете. Естественно, стероиды они и продают. И целевая аудитория этих бизнесменов – молодые люди, школьники, люди до 25 лет, выбранные люди, незрелые, часто неуверенные в себе и часто имеющие проблемы с противоположным полом, часто не сформировавшиеся, как мужчина, не имеющие достаточного жизненного опыта, понимания того, куда нужно двигаться и прочее. Ну и в обычной юноше. Плюс юношеский максимализм – и всё. Это идеальная аудитория для манипуляций, идеальный источник дохода. Какая технология? Очень простая. Препараты, то есть экзогенный тестостерон, вводят в ранг таблетки от всех юношеских проблем. Рассказывают о том, что, я цитирую, препараты тестостерона дают лучшую, комфортную жизнь. Это решение всех проблем, как, знаете, в фильме «Области тьмы». Наверняка вы видели. И мы получаем идеальный маркетинговый ход. Очень расчётливо. Выбранная аудитория очень расчётлива. Отличные рекламные продающие тексты и псевдонаучные публикации. Заявляют, что тестостерон помогает тебе приобрести три кита, которые необходимы для высококачественной жизни. Секс, власть, деньги. И всё это позиционируется не более, чем игра, гормональная игра. Всё сводится к тому, что спорт не может существовать без допинга. При этом забывают, что за этой игрой стоит серьёзная гормональная терапия. С экранов мониторов лже-пророки уверенно заявляют, что экзогенный тестостерон даст молодым людям не только физическое превосходство, но и интеллектуальное. Что это божественная амброзия. Она помогает контролировать и управлять всеми эмоциями, вести себя уверенно, непоколебимо, что многократно увеличивает вашу доминантность, ваше превосходство над другими. Свежий рассудок, холодный ум, железная стрессоустойчивость. Она помогает решать сложные задачи и в тяжёлых ситуациях, в том числе жить хорошо и не быть рабом на заводе. Это такие тексты, продающие тексты. И в этой статье я задаю вопрос, твой ли это путь, друг? И я говорю, присоединяйся к нашему сообществу, начни ставить тестостерон, пора становиться мужчиной в первоначальном понимании этого слова. Причём из мужчин, таких мужчин, тем, кому близок мужской путь, оттуда будут черпать свою новую аудиторию. Тестостерон, как главный мужской половой гормон, он физически и внутренне способен сделать вас мужчиной. То есть пока ты на нём, и чем дольше ты на нём на высоких дозировках, тем более ты мужчина. Звучит хорошо, не правда ли? И ставки в этой гормональной игре, к сожалению, не оглашаются. Изначальное позиционирование гормональных препаратов строится на том, что они не приносят никакого вреда, что они приносят лишь пользу, что они могут применяться на протяжении всей жизни человека. Реальное воздействие в части нежелательных эффектов, оно либо совсем уж глупо замалчивается, либо элегантно обходится стороной. Обсуждение никогда не опускается до уровня, на котором рассматривается организм мальчика лет 16-18, который уже год пробыл на экзогенном гормональном тестостероне. И, конечно же, это преподносится, знаете, под соусом того, что стоит закончить применять гормональные препараты, как всё восстановится само собой. Притом смеются над людьми, которые пытаются донести важность восстановления после вот таких сложных манипуляций, после гормональной терапии. Ты страдаешь, потому что у тебя нет роли, нет места в жизни. Ты должен спросить себя, чья это вина? Когда ты весишь за 100 килограмм относительно сухой массы, люди начинают менять своё отношение к тебе. Суть в том, что все эти истории сводятся исключительно к тому, что физическая форма является единственным реальным критериям определения твоего статуса. При этом такой аспект, как, например, умственное развитие, оно выводится за скобки. Навязывается мнение о том, что гормональный статус человека – это определяющий признак, на который окружающие ориентируются. Вот такие тексты. И это работает, звучит круто. Всё это создаёт благотворную среду для появления, знаете, таких себе доминаторов, альфа-самцов, приматов высшего ранга со шприцом в заднице и отсутствием вообще зачатков интеллекта. Ведь ранговые самцы не строят планов, они просто доминируют и занимаются исключительно этим. Ты тратишь все деньги на вечный курс, на грудки с рисом. Уже не остаётся. Что делать? Правильно, продавать самому, повторяя те же самые нехитрые схемы. Вот и множится сейчас на YouTube. Вы можете посмотреть. Доминаторы – это как сетевой маркетинг в сфере продажи стероидов. И на такой плодотворной почве юношеской неуверенности появляются те, кто активно пользуется присущему любому юноше слабостями. Понимаете, покупатель готов. Это легко, это профессионально, это доступно. Очень хорошая аудитория. И мы постепенно приходим к стероидному буму. Сейчас началось повальное применение анаболитических стероидов среди школьников. Это, знаете, модно курсануть в 16-19 лет. Все наверняка видели мутантов в 16 лет с бицепсами 45 см, которые ещё себя фотошопят, чтобы казаться ещё круче. Большинство подобных молодых людей имеет весьма незначительные результаты, кстати. Несмотря на то, что колятся и покрыты чуть ли не коростой, а комплексы и жизненные проблемы почему-то не решаются по мановении шприца. Да, выглядит, может быть, красиво. Конечно же, об этом никто не напишет. В среде спортсменов вообще не принято говорить о проблемах, которые нажиты благодаря употреблению и грамотному применению анаболических стероидов, ну и других гормональных препаратов. Даже очень зрелые люди, знаете, которые, казалось бы, вроде могут говорить правду без боязни, без страха, без осуждения фитнес-сообщества, всё равно как-то не афишируют, они не участвуют в этом, не рассказывают, не делятся проблемами, с которыми сталкиваются. Стероиды полезны и нужны, особенно в 16 лет, особенно тем, кто их продаёт целевой аудитории. И одна из жертв вот такого школьного тестостеронного бума – это 18-летний юноша бледный со взором горящим Никита Малина. Он рассказывает о том, как до начала курса в 16 лет он был обычным школьником с кучей проблем, а школьник без проблем – это как, знаете, как спортсмен, что круглый год в отличной форме, это существо мифическое. А теперь он начал понимать, что такое доминантность. Не думаю, что вы его знаете, Никита, но вкратце я познакомлю вас с жертвой вот этой пропаганды. Никита начал употреблять препараты в 16 лет. Это видео о пропаганде стероидов с самых малых лет. Стероиды ты можешь ставить со скольки угодно, хоть с 10 лет. Мужчина без тестостерона не мужчина. А с чего начинается доминирование? С того, что неработающему Никите Малине нужно покупать препараты, а их сложно покупать. Альфа-самцу приходится просить родителей. Он не зарабатывает сам, как делают мужчины. Он берёт из семьи. Настоящие львы, самцы не работают, их кормит стая. А в данном случае семья. Когда тебе 16-21 год, на проведение корректных процедур просто нет ни денег, ни головы. Никита – доминатор. Он 16-летний гуру, который выглядит, как помесь школьного хулигана с двухметровым мясником из соседнего магазина. Он рассказывает вам о том, как учиться доминировать. Это очень важное слово в 16 лет – доминировать. Побочных эффектов от его процедур, как он заявляет, совершенно нет. Так что если у тебя псыплактный, ты лысеешь, у тебя там простата. Не борись с этим, прими это, и это вдруг исчезнет из своей жизни. Ты не будешь замечать прыщи, лысину и всякую. Девочкам мышцы, конечно, нравятся. А вот растяжки, неубиваемое окно по всему телу, абсцессы от неграмотных уколов, затёкшее лицо, корки – не особо важно. Ведь гормональный профиль, мы его не увидим. Никита, он сдавал его один раз. Дело в том, что есть примеры доминирования тестостерона и примеры гормональной игры. Вот Никита – живое воплощение вот этой маркетинговой Библии. Достаточно только показать, как стерильно, внимательно и технологично Никита делает инъекции. Неудивительно, что Никита угодил в больницу с множествами постинъекционными абсцессами вот в груди. По сути говоря, это гнойные воспаления. И без своевременного хирургического вмешательства такие вещи могут привести к опасным последствиям. Например, вот может абсцесс перейти в системно-воспалительную реакцию на инфекцию по типу сепсиса. А это уже шаг в могилу. Причём я обращаю ваше внимание, что очагов воспаления несколько, ни один или два. И это очень скверно. На нашем канале СМТ Научный подход есть несколько видео на тему правильного и корректного проведения инъекций и уколов. Вот я их прошу посмотреть, детально ознакомиться с ними. Мы разобрали все вопросы. Так что подобных проблем у подкованного человека быть не должно. Никита уже несколько дней не появляется в сети. Ходят разные слухи. И Никита не исключение. Такое встречается повсеместно. Самое страшное, что эти проблемы утаиваются, умалчиваются, сглаживаются. Поэтому мы рассматриваем именно Никиту в качестве примера. А вы думаете, что красивые фотографии в Фейсбуке или ВКонтакте с использованием препаратов – это плёвое дело? Тут не в стероидах дело, понимаете? Тут в Никите дело. И вы будете абсолютно правы, если так скажете. Потому что дело в человеке, который под воздействием информационного шума решил себя сделать чуточку лучше. Дело в тотальной неграмотности, дело в серьёзном оружии в руках дураков. Естественно, люди, которые продают препараты, не будут вам рассказывать, что в современную эпоху доминантность человека определяется интеллектом, упорством. Ну, на крайний случай, деньгами. А осознание того, что доминируешь ты от 5-кубового шприца в заднице, вот лично меня, кроме смертельной тоски, никаких эмоций других не приносит. Просто задайте себе вопрос. Если ты стал кем-то благодаря препарату, то что останется при его отмене? Неужели вы думаете, правда, что ложное чувство уверенности в себе, которое даёт сверхфизиологическая концентрация тестостерона в крови, она останется с вами навсегда? Конечно, нет. После отмены тем более. Но ведь вам уже сообщили, что слезать категорически нельзя. Уверенным в себе человеком делать не тестостерон, а характер. Мужчины человека делают не шприц, а личностные качества. И, понимаете, это воспитание. Это вопрос воспитания, а не гормональной терапии. Это целый комплекс, понимаете, факторов, которые влияют на личность и на его становление. Дело в условиях, в которых вы развиваетесь, в которых вы изначально здоровы. Не стоит кричать, конечно, о вреде анаболических стероидов. Здесь не правы обе группы. Вред есть. Отрицать его – пустое занятие. Препараты – это лекарственные средства с серьёзными побочными эффектами. И точка. А примеров вот таких массы вы наверняка слышали сопливые и трогательные истории от спортсменов о сложном пути. И о том, что денег у них не хватает на еду, на стероиды. О том, что быть профессионалом – это сложно. А спортсмены отказывают себе во всём. Да, что тренироваться – это удел сильных. Вы слышали об этом, я точно знаю. И это смешно. Жаловаться, плакаться на камеру, говорить о сложном пути – это удел слабых. Разве станет настоящим мужчина жаловаться на то, как ему тяжело. Тем более, что качаться и тренироваться – это его собственный выбор, этого мужчины. Он сам пришёл в зал, он сам начал тренироваться, он сам стал спортсменом. Его что, заставили? Да так сложились обстоятельства. А на что тогда граммы тестостерона, которые плавают в крови? Где характер, где мужественность? А может, тут не в гормонах дело? Вот пришли вы на работу и начинаете плакать. Ой, как сложно, ой, тяжело, ой, трудно, денег мало. Это вызывает только рвотные позывы, ничего более. И вот какой-нибудь спортсмен рассказывает о сложном пути, что качается бог знает сколько, а форма у него не лучше, чем у 16-летнего его псевдогуру, который за год увеличился в 4 раза. Если вы меняетесь внешне, то меняйте и содержание. Вот и всё. Друзья, в следующем выпуске мы сделаем подробный научный обзор того, почему и как употребление анаболических стероидов в юном возрасте приводит к серьёзным гормональным изменениям и сбоям. Будет научная база, поговорим о ПКТ, о вечном курсе, со ссылками на источники, с практическими материалами и со всем остальным. Ну что ж, друзья, спасибо большое за внимание. С вами был Цацулин Борис. Подписывайтесь на наш канал CMT, научный подход, ссылочка вот здесь. Добавляйтесь в друзья ко мне. Ссылка на мою страничку ВКонтакте есть в описании к видео. Также в описании к видео есть ссылка на наш паблик ВКонтакте научный подход. Подписывайтесь, мы публикуем самые свежие, интересные материалы, чтобы всегда быть в курсе. Также все люди, которые мне помогали и участвовали в создании данного ролика, ссылки на их контакты есть в описании к видео. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в комментариях к видео или написать им личку. Друзья, мне недавно подсказали, что можно сделать и такое обращение. Если у вас есть желание помочь проекту, вы можете отблагодарить нашу работу рублём. Ссылки на реквизиты, на банковские реквизиты есть в описании к видео. Даже рубль принесёт большую-большую пользу. Спасибо и, конечно же, удачи вам и смелости в достижении всех ваших целей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова